Уважаемые коллеги, абсолютно логично начать большой разговор о картофеле с рассмотрения сортового фактора. Значение сорта в современном картофелеводстве нельзя заменить никаким другим средствами интенсификации. Ни удобрениями, ни средствами защиты, ни обработкой почвы. Потому что каждый сорт несет в себя более трех десятков качественных показателей, которые невозможно изменить агротехникой. Это и форма, и цвет, и скороспелость, и устойчивость к болезням, и динамика накопления урожая. Это все сортовые характеристики, которые определяются определенным сочетанием генов в генотипе данного сорта. Поэтому наша фирма имеет абсолютно профессиональное название, докогенные технологии. Мы специалисты по оптимальному сочетанию генов в картофеле. Фирма не молодая, мы имеем большой опыт лицензионного семеноводства. И вот постепенно подошли уже к стадии формата селекционно-семеноводческой фирмы. То есть мы уже имеем свои сорта картофеля и ведем их в крупнотоварное семеноводство. Это общепринятый мировой формат селекционно-семеноводческой работы. Он позволяет держать руку на пульсе реальной жизни. Потому что, если вспомнить период социализма, то селекция шла в отрыве от реального семеноводства. Селекционеры только создавали сорта, их семеноводство ввели другие структуры. И связи такой честной не было. А нам эта связь очень нужна, потому что картофель выращивается в очень многих условиях. Для конкретных нужд, для конкретных целей. И универсальных сортов нет. Каждый сорт имеет свою нишу. Он имеет свое целевое назначение. И наши сорта как раз имеют свое лицо. Потому что они не могут заменить, конечно, весь ассортимент картофеля. Но у них есть определенные такие особенности, которые являются конкурентным преимуществом. Например, мы очень большое внимание уделяем товарным характеристикам картофеля. И, например, если у сорта глубокие глазки, то мы вообще ни о чем больше не разговариваем. Это сорт, который для товарного производства абсолютно не годится. Все наши сорта имеют очень хорошую форму, поверхностные глазки, блестящую кожуру, пригодны к мойке. Это то, что требуется сейчас для современного картофелеводства. Например, раньше в России не было сортов с красной кожурой вообще. Вот российских сортов. Эти сорта пришли к нам из Европы. И завоевали большой ареал именно из-за таких особенностей. Сейчас мы имеем сорта, которые будут очень жесткими конкурентами для европейских. Это сорта Индиго, Фламинго, Кармен. Вы увидите и здесь, и на выставке, что по яркости окраски они, конечно, имеют очень серьезные преимущества. Это отдельное достоинство современных сортов. Мы имеем сорта раннеспелые, на что раньше тоже в России обращали очень мало внимания. А сейчас это отдельное направление работы в картофелеводстве. И как раз юг России специализируется на производстве раннего картофеля. И поэтому нам очень важно иметь вот такие точки испытания в товарных хозяйствах. Мы благодарны пермерскому хозяйству ЮЗЕФО, что нам эту платформу предоставляют. Потому что здесь сорта изучаются в производственных условиях. Не в каких-то надуманных, искусственных, а именно в реальной ситуации в сравнении со стандартами, которые хозяйство уже выращивает для производства больших объемов товарного картофеля. И не надо питать иллюзий. Мы отдаем себе отчет, что не каждый сорт, который нам нравится, понравится и хозяйству. У каждого хозяйства свой взгляд на картофель, свое понимание, своя технология и свой рынок сбыта. И соответственно под этот формат предприятие подбирает сорта. Мы вот уже третий год оцениваем здесь наши новые сорта. И один сорт, сорт Ластрада, хозяйство выбрало и оценило, и поняло, что у него есть свое место в нише сортов предприятия, которые занимают уже довольно серьезные объемы. Точно так мы надеемся, что и другие наши сорта понравятся производственникам. Но для этого как раз и нужны вот такие фактические посадки. Мы этот формат осуществляем, потому что я повторяю, что фирма Докогенные технологии работает в формате селекционно-семеноводческой фирмы. Это российская фирма, и большинство этих сортов – это наши сорта. Но мы продолжаем вести работу с иностранными сортами. Например, сорт Гэтсби, Кинсман – это шотландские сорта. По этим сортам мы представляем этот ассортимент в России. Ну а очередным достоинством нашего формата работы является полная импортонезависимость. Мы только платим роялти за эти сорта, а все семеноводство выполняем абсолютно самостоятельно. Например, какие-то начнутся репрессии, санкции. Мы никак не пострадаем. И это очень хорошо в целом для российского семеноводства, что вот такие предприятия, как наши, работают на самом современном и конкурентоспособном уровне. Вы можете эти сорта посмотреть здесь. И на выставке они тоже представлены. Там можно будет все сорта. Здесь только отдельные. Здесь мы выкопали только те сорта, которых там нет. Это сорт Реал, сорт Гэтсби и, например, сорт Фламинго. Оцените, посмотрите, и вы поймете, что у этих сортов есть и будущее, есть и перспектива, и есть уровень. Есть серьезный современный уровень. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!